Дорогие друзья, дорогие соотечественники, формат нынешнего мероприятия не предполагает отступление от официозов. Но тем не менее я позволю себе сказать несколько и неофициальных предложений. Почему сегодня на уровне президента мы проводим это знаковое мероприятие? Ответ прост. Мы пережили с вами 2020 год. Мы увидели разные цвета, разные знамена в этот период. С одной стороны плохо, с другой стороны хорошо, что мы увидели эти знамена и главное тех, кто был за этими знаменами. Во-вторых, совсем недавно на референдуме мы приняли новую конституцию страны. Герб, флаг является неотъемлемой частью этой конституции. Поэтому сегодня знаковый день, день особый, который дает старт новому дыханию этой доброй традиции, которая рождена в недрах нашей новой истории. Символы, которые олицетворяют наш суверенитет и национальное единство перед нами. Они рождены в недрах народной культуры, в эпоху глобальных потрясений и ломки мирового порядка. С этими символами родились и выросли поколения людей, связанных исторической памятью, которые и сегодня, самые острые периоды, помогают нам продолжать выбранный народом путь, преодолевая наши вызовы и преграды. Так было в 90-х, когда белорусы отвергли попытки подогнать свой уклад жизни под западноевропейский стандарт, сохранили верность традициям, сберегли национальное богатство, отечественное предприятие, землю, а также право на социальную справедливость. Так было в 20-м, когда мы не дали истории повториться, защитив свой выбор, свои ценности, свои флаг и гимн. Помним, что наши государственные герги и флаг создавали люди, одухотворенные высокими идеями, испытанные и закаленные в борьбе за свободу. Люди, хорошо осознающие ценность независимости и чистого мирного неба. Их мечты о светлом будущем для своего народа мы и сегодня видим в лучах восходящего солнца, обрамленного мирными хлебами. Об их героических подвигах, совершенных в годы Великой Отечественной войны, напоминает нам полотно государственного флага, преемника Знамени Победы. Национальный орнамент хранит наши древние культурные традиции. Все это незыблемые образы, которые лежат в основе современной символики Беларуси. Герба и флага, ставших истинными оберегами родной земли. И мы не забыли, как наши отцы и деды умирали за свое знамя, спасая его от фашистов. Они поднимались и бесстрашно шли под ним бой, закрывая грудью семьи, своих детей, родных и родную землю. Старики, которые прошли войну и сегодня, берегут этот символ как святыню. А мы, их дети и внуки, храним и защищаем память о них. Во имя тех, кто заплатил за будущее суверенной Беларуси и ее народа своей жизнью, мы, наследники победителей, делаем все, чтобы в безумных головах порожденных, пораженных идеями нацизма даже мысли не возникло возродить их на святой белорусской земле. Как и предыдущее поколение, мы стремимся к миру и созиданию, гордимся своими символами и отечественной историей, смотрим в будущее, помня о наших истоках. Это наш путь, и в этом наша сила. А теперь еще одно небольшое отступление от формата. Я знаю, что отдельное еще, пусть их меньшинство, но задают в себе вопрос, а почему эти символы, а не те, которые мы вынуждены были законом запретить в Беларуси? Почему? Почему не БЧБ-флаг, как в народе его называют? Так вот, отвечаю прямо на этот вопрос, не пряча в голову, как страус песок, поскольку перед вами стоит человек, который инициировал в новейшей истории на референдум вопросы о символике нашего государства, вырабатывал ее, слушал специалистам их мотивацию. Почему не БЧБ, а этот флаг? Первое. Символы, флаг и герб должны отличать государство от других государств. Они должны отличать нас с вами от других. Какой был предложен герб? Погоня. Вам не напоминает этот герб чей-то герб другой страны? А мне напоминает. Нам был предложен флаг. Добавь еще одну полоску, и мы заимствовали соседней страны флаг. Так неужели у нас не было своей истории? Неужели мы хотели подогнать свою историю, свою страну под Литву или Польшу? И как актуально это сегодня звучит? Я уже недавно говорил, сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве и мечтают оттяпать пол страны, как это было до 1939 года. Может быть, тогда они предлагали эту символику под свои мечты, мечты 20-х. Но я уже сказал, в 20-м мы раз и навсегда поставили осиновый крест на могиле тех, кто хочет разрушить и уничтожить нашу страну. Так вот, наш герб, наш флаг особый, они не похожи ни на гербы и флаги соседних государств и других государств. Согласитесь, это просто и понятно. Символы – это память поколений. Они должны в себя вобрать все самое лучшее, что было у народа в его истории. Посмотрите, в наших символах, сколько их было? Десятки, может, сотни? Мы ведь сохранили красный и белый цвет. Белый цвет – это чистота, чистота нашего народа, что соответствует нашему народу. Красный цвет – это наша борьба за независимость. Это цвет наших побед, в том числе и в последней Великой Отечественной войне. Мы добавили сюда зеленый цвет, который был в последние годы характером нашей символики. Это цвет жизни, это цвет миролюбия. Поэтому все наши победы зиждятся на нашем желании быть независимыми и трудиться, честно трудиться на своей земле. Посмотрите на орнамент. Это мечты и чаяния наших людей. Это белорусские традиции. Когда-то матери, родные и близкие, отдавая замуж свою дочь, самое родное, что не есть, вышивали этот орнамент на одеяниях невесты. Мать, вышивая этот орнамент, думала о лучшей жизни своей дочери. А лучшая жизнь не могла быть без страны. И мы это воплотили в наших символах. Так что мы здесь забыли? Что мы здесь не отразили? И это тоже в пользу нынешней символики. Но самое главное, эту символику принял наш народ. И никто не скажет, что там кто-то кого-то давил. Не было возможности тогда давить. Власть совсем не такая была у президента. И тогда я внес на референдум одну и вторую символику. Пусть народ определится. И народ определился. И это больше, чем закон. Народ определился. И никакая кучка отпрысков, коллаборационистов и предателей сегодня не могут изменить это решение. Я много и часто в последнее время призываю вас жить по закону. Если мы это не освоим, не надо сегодня и бороться за независимость. Нас и замнут, затопчут и вытрут от нас ноги. А референдум это высшая воля нашего народа. Это высший закон. И ему надо подчиняться. И решение референдума отменить может только референдум. Будет, может быть, новая власть. Без меня вы решите ввести какую-то новую символику. Может не эту, может не ту новую. Но это вам придется обратиться к народу. И воля народа – закон для всех нас. Как вы видите, с герба и флага мы сняли серп и молот. Да, это было мое предложение. Началась новая эпоха, новая эра. И не только рабочие и крестьяне, а серп и молот это олицетворял, приступили к строительству нашей новой страны. Началась новейшая история. Появились новые предприниматели. Я не говорю о разного рода жуликах, которых сегодня хватает. Есть честные, искренние предприниматели, которые нацелены на защиту своей страны и строительство новой Беларуси. Интеллигенция, как раньше говорили, интеллигенция – это прослойка. Не то прослойка, не то прокладка и так далее. Интеллигенция этого не заслуживала. В серпе и молоте это не было отрежено. Поэтому сняли эти символы. Но честно вам скажу, мне не предложили, и я не придумал ничего взамен. Поэтому оставили такой флаг. Может быть, наши дети и внуки, может быть, вы, молодежь, придумаете что-то новое и привнесете изменения в эту символику, о чем я только что сказал. На гербе также нет серпа и молота. Долго мы думали о том, а что вместо них в лучах восходящего солнца на фоне планеты должно быть. И тогда я предложил, не придумали ничего нового. Давайте границы нашей страны. Потому что в лучах солнца на этом маленьком шарике появилось новое независимое государство. В этом суть этих границ. Может быть, я был неправ. Но тогда я думал так. Это было мое личное предложение. Я тогда специалистам сказал, может быть, опять актуально, новое поколение придумают что-то вместо этого, и тогда в лучах этого солнца появится еще один небольшой символ. А теперь главное, уважаемые друзья, флагу и гербу суть их в том, что весь народ, все мы должны поклоняться им. Это, если хотите, светские символы, это светская икона в стране. Скажите, пожалуйста, как мы могли поклоняться БЧБ, флагам и прочим? Как, если на этих флагах кровь каждого третьего белоруса? И те, кто это знает, понимает и кто пережил, еще не умерли? Они живы. Как мы могли пойти на то, чтобы дать право нашим людям призвать их поклоняться той символике? На той символике, и флаги в этом и цвета не виноваты. Вы знаете, кто за это отвечает? На той символике кровь наших людей. На той символике плач и стон наших детей, детей хатыни, женщин и стариков, там крики людей Минского гетто. Здесь, на этой территории это было в Минске. Там плач и стон людей, замученных в концлагерях. Там позор, предательство и коллаборационизма. Это было. Еще раз подчеркиваю, никакой флаги, герб в этом не виноват. Кто виноват, знаем. Но мы не можем поклоняться этому, если кто-то это забыл. За рамками формата нынешнего мероприятия я вам всем об этом напоминаю. Уж простите, что пришлось вспомнить об этом. Но я хочу, чтобы вы, молодые, стоящие передо мной на этой площади, не забыли об этом. Забудете. Будет то, что на юге нашей страны. В братской нам Украине. Не дай Бог, чтобы мы еще раз, спустя меньше, чем век, меньше, чем сто лет, после страшной войны, не нашей войны, которая прокатилась туда-обрат. А сколько их было, чтобы мы в наше время повторили это. Давайте будем жить мирно. Давайте будем строить свою страну. Давайте будем собираться на мирные и добрые мероприятия. В честь великого. И давайте не будем топтать своими ногами то, что завоевали многие поколения до нас. Давайте будем гордиться этим нашими победами и нашими успехами. С праздником вас, дорогие друзья!